Сегодня утром на территорию телепроекта «Дом-2» въехали машины полиции в сопровождении Ирины Муравьевой, Татьяны Догилевой, Натальи Ворлей и Владимира Винокура. Представители Комитета по защите советского кино наконец-то остановили то безобразие, которое идет в российском творчестве. Были задержаны бывшие участницы телепроекта Ольга Бузова, Алена Водонаева и Даша Пынзарь, а также несколько новых участников. Причина ареста попытка сделать очередной незаконный ремейк фильма «Москва слезам не верит», который собирались снимать прямо на территории телепроекта. Народная артистка России Ирина Муравьева после шокирующего происшествия дала короткое интервью. «Мы не позволим всякой эстрадной шушере позорить советское творчество. Сегодня мы одержали еще одну победу и приостановили незаконную киносъемку. Мы подали заявку в прокуратуру о закрытии программ «Дом-2» и «Камеди-клаб». Преступление без наказания не останется. К сожалению, подобные действия закончились весьма печально для семьи Ирины Муравьевой. Стали известны подробности шокирующего происшествия. Комитет по защите советского кино, куда входит много легендарных артистов, проводит уже далеко не первую операцию по прекращению незаконных киносъемок. После запретов ремейков «Ирония судьбы» или «С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию» настала очередь телепроекта «Дом-2». Несколько дней назад участники «Дома-2» во главе с Ольгой Бузовой и Аленой Водонаевой решили выпустить свою собственную версию легендарного фильма «Москва слезам не верит». По задумке горе-артистов, трех закадычных подружек этого фильма должны были сыграть Ольга Бузова, Алена Водонаева и Дарья Пынзарь. Никто из данных женщин не имеет актерского образования, к тому же данный фильм хотели снимать на молодежном сленге и с пошлыми неуместными шутками. Ирина Муравьева и другие легендарные артистки предотвратили это безобразие и теперь участникам «Дома-2» придется ответить за свои деяния. Однако сегодня вечером появилась печальная новость о семье Ирины Вадимовны Муравьевой. Как считает полиция, пока сложно сказать, связано ли данное происшествие с деятельностью Ирины Муравьевой. Сегодня утром в подмосковном коттеджном поселке на невестку Ирины Вадимовны, актрису Веронику Эдлин, было совершено нападение. 31-летнюю женщину с телесными повреждениями доставили в больницу. Состояние здоровья невестки Ирины Муравьевой диагностируется как тяжелое. Когда мы заканчивали это видео, стало известно, что против участников телепроекта, которые принимали участие в незаконной киносъемке, будет возбуждено уголовное дело.